Дорогие друзья, сегодня день первой годовкины, первого в истории человеческого полета человека в космос. Мне хочется отстегиваться искренне приветствовать вас и поделиться с вами вместе с вами по этому поводу. За прошлый год, сегодня полета советского космического корабля «Восток-1» на борту советским человеком, мне участнику этого полета и свидетелю восторженного отношения к этому великому событию наших советских людей, людей всего земного шара. Просто и искренне хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в создании оси, ракеты, которые выиграли меня на орбиту, в создании замечательных экспертов и самого космического корабля «Восток-1», кто вложил свои души, сердца, умения, свой труд в это великое событие, в это великое дело, которое было совершено 12 апреля прошлого года. Слава вам, чудо-ученым, чудо-мастерам! Полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, он явился детям мира и доброжелательства народов нашей Родины, строящих его люди, как всем народам в мире. После известных полетов в космос двух советских людей, моего полета, и полета Германа Светлана Светлана, который продолжался более 25 тысяч тонн, и облетел он более 17 раз вокруг земного шара, семья космонавтов пополнилась еще одним космонавтом, американским космонавтом, Джон Эмгленом, который совершил свой орбитальный полет во всем земного шара, выполнил три ветка и пробыть в космосе около трех с половиной часов. Но мы знаем и верим, что семья космонавтов будет пополняться каждым годом, и все будет больше и больше. Советские люди — мирные люди, и мы привели их в космосе. Совсем недавно этот новый силой было подчеркнуто в послании Микви Петербурга и Курсову президенту сутра господину Семеновичу по вопросу изучения использования космонавтического пространства. Четкие и ясные эти предложения главных советского пресса на все горячие отлить у всех народов. Ведь их осуществление дало бы возможность отказаться от обременительных и бесполезных дончиков вооружений. Быстрее направить могучие объединенные усилия в величие держав на новые научные открытия с космосом. И еще об одном хочется сказать. Дорогие друзья, в этот знаменательный день отчасти здесь и трудится в моей отчизне. Вместе с вами, моими соотечественниками, строим самые светлые, самые прекрасные восклицы на земле. Строим коммуника. Слава нашей великой Родине. Слава родной Сленинской партии. Слава советскому народу. Творцу всех наших поделок в земле и космосе. Засранствую с вами. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАЦ о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль спутник Восток человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля спутника Восток является гражданин Союза Советский Социалистический Препублик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Поехали! 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 Говорят, я на самоческий приезжая справа. Аэрополёт леткая гора теплая дружба. Репарация теплая дружба переносила на самоческий приезжая достояние подрыв времена переговора на зеркал разлетаясь в кровати местности лет 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 Поехали! Поехали! Дорогие друзья! Жизнь и незнакомые! Люди всех стран афантинентов! Я испытал большое счастье быть первым в космосе, скучить один на один в небывалой поединок с природой, можно ли мечтать о космосе. Но вслед за этим я подумал о той голосальной ответственности, которая векла на меня в первом совершить то, о чем не сказали поколение людей, в первом проложить второму человечеству в космосе. Назовите мне большую последовательность и задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность перед одним и перед десятым людей, и перед коллективом.